Потому что отдача это не то, что я что-то от себя сейчас, в теперешнем состоянии отдаю. Да может у меня ничего нет, я может быть бомж вообще. Ничего у меня нет, ни зарплаты, допустим, ничего. Ну что, мне почку продать свою, это тоже неправильно. Это не альтруизм, потому что эта почка, она как бы мне не принадлежит. Изначально я сделана с этой почкой. То есть это почка творца. От этого баланс сил, он не изменился. Вот сколько было в мире добра, столько и осталось. Только почка переместилась в другое тело. Всё. Привет, друзья. Я часто читаю в комментариях такую вот, ну, вы пишите, что да, наука кабала, ну, это хорошо, правда, ну, вот ощущается, что есть в этом истина. Но я пробовал уже отдавать, да, я слышу, что говорится об альтруизме. Я пробовал уже отдавать и в своей жизни, но кроме тумаков ничего не получил. То есть вот такой крик человека, который уже разочарован. Вот, наверное, в каждом человеке, который пришёл в итоге к изучению науки кабала и как-то соприкоснулся и что-то отозвалось, в нём живёт вот эта искорка, когда, ну, хочется как-то быть хорошим, таким нормальным. Ты чувствуешь, что не можешь использовать, не хочешь, может быть, даже умеешь, но не хочешь использовать других людей. Как-то это, кажется, неправильно. Есть такая вот категория людей прямо, которые приходят в науку кабала с тем, чтобы научиться любить. Такой запрос у человека, я хочу научиться любить. Вы спрашиваете, ну, как же тогда быть, если наука кабала говорит о любви? Я других любил-любил всю свою жизнь, старался-старался для них и вообще ничего. Ну, то есть ничего хорошего, да? Ни они ко мне не изменились, ни творца я не раскрываю. И вообще, кроме боли, разочарования и вот такого непонятного какого-то ощущения, растерянности, я вообще ничего не чувствую. Это правильно, это резонно и на самом деле я тоже через это прошла. Тоже такая, ну, как бы быть хорошей, ну, вот что-то внутри там, не могу я воровать, не могу я по головам идти. И причем, вот знаете, ну, я прекрасно понимаю, как это делается. И при желании, ну, как бы если будет такая у меня цель, я это сделать смогу легко. Вообще, абсолютно. То есть вот, ну, наверное, каждый, кто вот чувствует науке кабала вот какой-то смысл, это далеко не божий одуванчик. Это человек именно такой вот многогранный, он сложный, в нем есть эгоизм, да? Есть вот такое злое начало, он понимает природу человека, понимает, как использовать других людей. Но почему-то это делать отказывается. Вот что-то внутри, вот просто не дает переступить тебе через это и сделать вот этот решительный шаг, да? Схватить, отобрать, кого-то так вот, ну, нагнуть, скажем, да? И чтобы было тебе вот только хорошо. Сопротивляется этому нутро. Вот этот наш, у нас вот эта искра, вот эта точка в сердце, как говорят науки кабала, она не дает нам так поступать. Но смотрите, вы же, когда вот это делали в своей жизни, да, вы жили ради других людей, пробовали отдавать, вы же делали это не по методике науки кабала, правильно? И вы это делали не с единомышленниками. Кто такие единомышленники? Это которые собираются и говорят, да, мы можем использовать других людей, но мы не хотим. Не хотим. Вот отказываемся, не хочу себя такого вообще. Мне не нравится, что внутри меня вот такое вот свойство, да? Оно заставляет меня как будто нападать на других, отбирать, да? Не хочу. Вот такие люди называются единомышленниками. И они готовы уже воспринять именно методику, по которой мы, соединяя вместе все наши вот эти искры альтруизма, на самом деле это и не настоящий еще альтруизм. Это такой маленький зачаток, вот такое зернышко. И этому зернышку нужна почва. Почва, в которой он разовьется при определенных условиях. Потому что у нас, честно говоря, у всех людей даже об альтруизме искаженное представление. Оно извращенное из-за того, что мы находимся в противоположных свойствах. Ну, по крайней мере, 99% нашего тела, сознания, да, эгоистического желания, тело называется в кабале желанием. А вот 99% нашего тела, оно хочет получать. И только одна маленькая точка там пищи такая, нет, что-то неправильно в этом. Это как-то что-то противоестественное, мне кажется, что должно быть по-другому. Вот смотрите, да, одна маленькая точка. И когда собирается уже какая-то масса людей, и при определенных условиях, которые изучаются в методике науки кабала, науки получения, кабала с эврита переводится как получить. То есть, на самом деле, получить что-то такое, чего у нас сейчас нет. А что? Эгоистическое свойство, которое в нас есть, это мы и имеем, да? А мы получим альтруистическое, то есть эманирующую силу. Потому что отдача это не то, что я что-то от себя сейчас, вот в теперешнем состоянии отдаю. Да может, у меня ничего нет, я, может быть, бомж вообще. Ничего у меня нет, ни зарплаты, допустим, ничего. Ну что, мне почку продать свою, это тоже неправильно. Это не альтруизм, потому что эта почка, она как бы мне не принадлежит. Изначально я сделана с этой почкой, то есть это почка творца, как бы, да? Если я ее даже отдам, то никакого альтруизма я не проявлю. Я, ну, просто сделаю хуже своему организму. Возможно, за счет этого будет кому-то лучше, но от этого баланс сил, он не изменился. Да, вот сколько было в мире добра, столько и осталось. Только почка переместилась в другое тело. Ну, все, нам нужна кардинальная, вообще кардинальная новая сила, которая добавит к нашей эгоистической силе, вот она у нас снизу, да, сверху добавит еще вторую составляющую. И между этими составляющими мы почувствуем творца, высшую силу. Вот эти другие миры, которые говорится в науке Кавала, все они будут здесь. Прямо вот мы будем их ощущать, как этот мир, да, параллельно с этим, как, ну, не знаю, дополненная реальность, назовем это, да? Дополненная реальность. Мы ощутим еще очень много миров, и во всех них будет именно это миры отдачи. Разных форм, разных видов, но совершенно не то, что мы представляем сейчас. Поэтому не опасайтесь, не бойтесь, в науке Кавала никто не раздает свои вещи, свои почки или что-то такое не заставляет вас делать. Речь идет совершенно о чем-то таком, что незнакомо людям, возможно, это, может быть, и пугает их, да? Но ничего из того, что мы можем даже себе представить под альтруизмом, здесь не имеется в виду. Записывайтесь на курсы, вы все узнаете или можете почитать в интернете на нашем сайте. Удачи вам! Обнимаю! Хорошей недели! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok